Представители знака зодиака Козирог. Козироги мои дорогие, здравствуйте! Второй прогноз гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря. И на этой неделе провожаем осень и встречаем зиму. Вот так быстро несется время и уже скоро Новый год. Совсем немного времени пронесется, но еще быстрее. Давайте узнаем, что нам подскажут карты на эту неделю. И у нас сегодня колода 78 дверей. И принципиальное значение это двери имеют открытые они или закрытые. Или какой ключ нам придется найти. Давайте узнаем, что подскажут карты. Достанем. Будем реалистами, конечно. Любой прогноз не расскажет, увы, о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы проведем с вами приятное время. И если переложить вот эту метафору карт на какую-то вашу ситуацию, определенные подсказки будут. Что-то тут у нас переворачивается. Да, вас тут видите как. Вот знаете, должна сказать. Всем сказала и вам тоже должна сказать. Вообще конец ноября планетарно. И декабрь, весь декабрь уделить внимание личной жизни. Отношениям в принципе. Понятно, что личная жизнь это на первом плане. Какой-то вот, если у нас перевернулся туз жезлов, вам как будто пазл нужно сложить окончательно, принять решение. Если мы говорим двери закрытые, да, двери закрытые. Но маг-волшебник у нас показан, который пасами открывает эту дверь. Каким-то своим решением, интеллектом, интуицией вы какую-то задачу решите. Может быть, как правильно провзаимодействовать с нужными людьми. У кого-то это может касаться работы. Закопать может быть топор войны с кем-то. Если, например, есть люди в нашем окружении, которых мы не отменим. Это могут быть соседи, это могут быть коллеги по работе, это могут быть руководители. И если нам человек нужен, то худой мир лучше доброй ссоры. Это не значит, что мы, ну, где-то идем на поводу. Или в ущерб своим принципам. Нет, безусловно. Но вот какую-то стратегию адаптации как будто будет полезно выстроить. И не должно быть каких-то противоречий. Так легче будет осуществлять какие-то ваши, ну, такие далеко идущие планы в 2024 году. А у кого-то из вас шестерка кубков иногда нам напоминают люди из прошлого о себе. Друзья, знакомые. Может быть, мы уже забыли о них. А они возьми нам, напиши, позвонят. Ну, вот будет какой-то контакт. Или для кого-то из вас буквально внуки, дети, какие-то вопросы с ними связанные тоже могут проиграться. Когда вам придется что-то решать и быть вот этим магом, который пасами открывает двери. Ну, может быть, решать что-то в инстанциях, составлять документы. Тут тоже может быть. Значит, все двери вам по силу открыть, мои дорогие козероги. В целом, сильная позиция и с приятными какими-то эмоциями, с хорошим настроением, если так, по этим двум картам. Ладно, давайте я сама достану. И первая карта, что важно знать или что будет на неделе для вас в приоритете. Может быть, и настроение. Чего не избежать или неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Чему сейчас не время или что может помешать. А что же будет радовать тогда? Что будет помогать? Достанем карту, что скрыто. Может быть, чему-то не придаете значения. Может быть, кто-то скрывает. Ну, вот на такую ситуацию мы тоже посмотрим. И по основным сферам жизни давайте посмотрим. Энергия, дела, работа, бизнес. Энергия денег на неделю. Что в личной жизни? И достанем еще одну карту, совет. Давайте будем смотреть. Ну вот, карты живут всегда своей жизнью. Правда, вот уж выпало и перемешало вроде бы. А все равно, это вот важно знать, вот ты никуда от этого не уйдешь. Правда, взаимодействие с людьми. Все отношения у вас на первом плане. И здесь могут быть как детские дела, как дела ваших внуков, дела вашей семьи. Может быть, что-то, как из прошлого к вам возвращается. То, что по праву, да, именно ваше о себе напоминает. Или какие-то вопросы, как согласование, правда, вам удастся совершить. Благодаря, ну, где-то лояльности к миру. И когда вы сами больше настроены на взаимодействие. Не на доказательства. И люди-то тоже ведут, понимаете, больше к вам, ну, где-то с вниманием, с желанием. Какие-то вопросы с вами, может быть, решить. Или как-то договориться, может быть, с вами тоже. Поэтому достаточно сильная позиция. И приятная неделя. Любая шесть, вообще, карта победителя. Как будто все движение происходит в шесть стадий. И вот шестая, завершающая, она и есть где-то победа, как какой-то итог, который радует. Неожиданности. В неожиданностях могут быть подарки, правда, папажу Жезлов, или какой-то проект, предложение. Куда-то нас могут позвать. Вас, мои дорогие козероги. Или кто-то, как гость, кто-то к вам придет на порог. Но если мы в значении двери, вот в шестерке кубков нет дверей. Нет препятствий вообще. А здесь двери вы сами открываете. Кому-то, видимо, откроете. Но кому-то будете думать. Хотя здесь нам показана как раз именно открытая дверь. Когда вас что-то радует, какие-то возможности, какие-то сюрпризы. Сюрпризы со знаком. Плюс, мои дорогие, приятности какие-то у вас в неожиданностях. Чему сейчас не время? Ой, искать черную кошку в темной комнате. Или наоборот. Не подвергать, может быть, сомнениям какую-то реальность взамен на какие-то призрачные, но непонятные обещания. Понимаете? У нас здесь показан человек, он идет с рогатиной. Хоть мне и писали уже, что это он так воду ищет. Но, согласитесь, наше время найти воду других тысяч и более надежных способов. А тут именно Паш Кубков, сама по себе карта, она не говорит о каком-то прогрессе. Она говорит, ну, где-то об иллюзиях. Или человек может думать, быть уверенным, что это правильно. Но гарантий-то нет никаких. Уверенности-то вот, что даже если он ищет эту воду, что он ее найдет, или это как-то будет полезно именно в этом месте, тоже нет никаких. Почему, Паш Кубков, всегда достаточно мелкая карта? Она может про обещания говорить, про, ну, где-то вдохновение, хорошее настроение. И все. Вот будьте реалистами, мои дорогие козероги. На какое-то обещание призрачное, ну, не стоит поддаваться. Есть какая-то конкретика. Вот с подарком, да, я бы сказала, двери можно открыть, а вот с такой рогательной, так еще и подумать. Что помогает? Я, конечно, шучу, но суть где-то близка. Что помогает? Десятка Пентаклей. Дом, полная чаша. И здесь у нас дети как будто играют на дереве, да, они словно репетируют взрослую жизнь. И у кого-то из вас переезд может означать, или обустройство дома, или что-то улучшать вы будете. Десятка Пентаклей – это само по себе благополучие, получение денег, когда у вас все в гармонии, так, как вы хотите, мои дорогие козероги. Ну, вообще, ну, правда, помогает вот нам, как и изобилие, процветание, когда мы что-то улучшаем, когда мы с оптимизмом смотрим вперед. Сильная позиция, в принципе, у вас на эту неделю. Что скрыто? Ну, вот, наверное, я называю эту карту выход из лабиринта. И, кстати, в этой колоде очень красноречиво, так ярко, да, лабиринт. И туз мечей. Какое-то важное решение вы должны или принять, или какой-то вопрос есть возможность решить, закрыть, договориться, может быть, закопать топор войны. Или закопать топор войны это не значит, что вы полностью соглашаетесь с кем-то или с той позиции человека. Нет. Но какое-то среднее арифметическое что-то адаптировать, как будто есть возможность. Вот, наверное, это как основа всего. Правда, знаете, есть такое, что в 2024 год мы должны вступить, чтобы у нас не было тех людей, которые могут нам доставить какие-то неожиданности со знаком минус, а для нас это будет, ну, мы где-то сумели уже забыть о каком-то конфликте, а он как будто снова появится, понимаете? Почему и вот этот период конца ноября и декабрь очень хорошо, лучше договариваться, чтобы у вас какая-то ситуация даже с людьми была более прогнозируемая, понимаете? Ваши позиции тогда более сильны. У каждого свой будет какой-то лабиринт, но как будто ключи вы определенно находите какую-то задачу. Вы решите дела работы бизнес, вы тут не торопитесь. У вас сильная позиция, и, знаете, мы, может быть, с одной стороны можем как от воодушевления или от того, что у нас сейчас все получается, настаивать на каком-то своем мнении. Вот этому не время, это точно мелко, кстати, карта. Она может свидетельствовать об одном эпизоде в течение недели, когда мы словно пытаемся вот эту брешь пробить. Кладка нам вместо двери показана не просто дверь, а уже заложенная, замурованная. И человек, который с кувалдой стоит, уже готов был ударить, но задумался. И правильно. А что ждет за этой кладкой? Хорошо, снесу я ее, но не факт, что то, что откроется взору, меня вдохновит или порадует. Поэтому какие-то скоропалительные решения точно не в эту неделю. На эмоциях что-то делать не время. Пятерка жезлов, я ее называю, эту карту информационного хаоса. И правда, может быть много информации, и не факт, что вся она будет достоверна. Может быть, как и фейк, может быть нарочито какая-то искаженная информация. Или, в принципе, информационный сам по себе поток тоже где-то противоречивый. Это может означать, утром пришла одна новость, в обед другая, а вечером пришло еще одно сообщение, и отменяют две предыдущие. То есть, есть какая-то, ну, как флюктуация, есть какая-то нестабильность. И поэтому основываться на первой услышанной новости или, хуже того, хвататься, вот как в этой карте показано, за кувалду, и словно брешь какую-то пробивать, проявлять активность точно не следует. Надо сначала подумать, оценить, вот выход из лабиринта, или кому открывать двери, а кому нет, или стоит ли мне в этом участвовать, или нет. Да, интеллект, просчет, потузу мечей, как будто совершенно необходим. Потому что скрыто. Тут надо подумать, стоит ли это открывать, надо ли оно. Что по финансам? Рыцарь кубков. Здесь, правда, могут быть какие-то эмоции, приятные эмоции, хотя и неоднозначно. Знаете, здесь, видимо, вот такая ситуация с учетом пажа кубков, может быть, когда вам кто-то что-то предлагает или говорит про какую-то новость или событие, в котором как будто нужно проучаствовать. И мы где-то на волне эмоций, может быть, будет подано как какой-то тысячу процентов успеха, и мы можем на что-то согласиться. А потом впоследствии мы словно пройдем сквозь вот этот водопад, как ледяной душ, и то, что откроется нашему взору там за этим водопадом, я надеюсь, видно по карте, очертания, как грота, то есть можно туда попасть, но вот этот душ холодный из ледяной воды нас так вот охладит и снова поставит словно вот подобную ситуацию, а нужно ли было туда торопиться. У вас вот эти все три карты, паж кубков, рыцарь кубков и пятерка жезлов, они словно пересекаются где-то в значении, значит, какой-то имущественно-денежный вопрос может быть связанный с оформлением или по работе, который в конечном итоге тоже где-то будет означать финансы или заработная плата, деньги как будто есть. Но если мы говорим на перспективу или с чем-то не просчитаться, вот как будто будет очень важно. Не торопитесь, мои дорогие козероги, правда? Стоит ли проходить этот душ, стоит ли доверять тому, что ну как-то призрачно, может быть и на словах красиво, но непонятно, и нужно ли что-то форсировать. Вот такая как будто перед вами задача. С учетом наверное того, что сильная позиция у вас достаточно и неделя-то она у вас под контролем находится, но видимо будут такие моменты, когда вас пытаться будут к чему-то либо склонить, либо уговорить, либо чтобы вы в чем-то проучаствовали. И может быть это чья-то игра, а вам вот этот выход из лабиринта придется найти. Личная жизнь. Ну точно не торопитесь. У кого-то есть личная жизнь подобная ситуация может пересекаться паш мечей, опять же не крупная карта, человек нам показан, он себя не демонстрирует. Он наверное либо что-то задумал, либо зачем-то ему нужно как будто пронаблюдать, кто он такой, непонятно. А нам показан богатый дом, достаточно двери такие основательные, и оттуда выходит прилично одетый джентльмен. И вот этот вот молодой человек, который в трусах, в майке, ну может это шорты, и в какой-то кепе, стоит и наблюдает. За вами могут наблюдать, правда, имея какой-то свой план, который разгадать вам как раз и придется. Я бы сказала, не форсировать. Папажу мечей могут быть люди со сложным характером, или те, которые выдают какую-то свою идею, или то, что они хотят получить, ну в такой не очень дружественной форме. И обычно Папажу мечей нам говорят, не ввязывайся, правда, держись сторонним наблюдателем. Может быть, это вы будете наблюдать за кем-то, прежде чем принять какое-то решение, но определенно вот работа интеллекта и интуиции на этой неделе вам, мои дорогие козероги, сослужит очень хорошую службу. Но где-то не поторопиться опять же и что-то правильно просчитать. У кого-то это будет сопряжено, может быть, с финансовыми тратами и сохранением. Нам ведь сказали, вот все хорошо, да, но не расслабишься, а вот сохранить свои позиции, видимо, будет важно. и с другой стороны мы себя как будто не противоставляем, мы скорее полшага отступим, чтобы не было конфронтации, понимаете, вот этот момент он тоже важен, потому что папажу мячей, даже если мы сталкиваемся с такими сложными личностями, мы никому ничего не докажем, потратим нервы, время и ничего не добьемся, нет как будто смысла, поэтому и что-то не форсируем, вот уже несколько карт нам об этом говорят, но и не поддаемся на какие-то обещания, вот я бы сказала все-таки так, карта точно, вот пожалуйста, посмотрите, двойка жезлов, карта совет, у нас словно телепортация, показанная на карте, девушка сквозь дверь подглядывает, наблюдает, могут за вами наблюдать, ну и вы наблюдаете, значит тоже, как будто надо вот это решение принять, но оно должно быть просчитано, может быть и подсмотрено где-то, или вы будете искать информацию недостающую, может быть по человеку, может быть по части заработков, какой-то организации, у каждого по-своему, как обустроить то или иное дело, кому я могу доверять, вот что-то очень важное, перед тем, как сделать этот вывод, может быть кто-то из вас то с мячей выход из лабиринта, ведь это в позиции скрыто, может быть вы не на этой неделе будете как бы ну выносить этот или вердикт или что-то сообщать, это как будто скрыто, это вам нужно принять, найти какую-то точку сборки или принять это важное решение, а может быть здесь как раз сбор еще на этой неделе информации, прежде чем вы окончательно с чем-то определитесь. есть двойственность, есть выбор, есть может быть непонятное обстоятельство, когда нужно что-либо прояснить, не торопиться это точно. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы и любимы всегда.